Особое внимание уделялось выполнению государственных программ по профилактике борьбы с преступностью, экстремизмом и терроризмом, а также профилактике правонарушения. Доклад начальника городского отдела полиции Айдура Эльканова занял куда больше установленного регламентом времени. Он озвучил, какие требования предъявляются к правоохранительным органам и сообщил, что в прошлом году самая удручающая статистика относится к дорожно-транспортным происшествиям. Во всем остальном не так уж и плохо. Однако у представителей депутатского корпуса нарекания вызывает не только это, но и деятельность ряда подразделений органов правопорядка. А значит необходимо тесное и куда более частое взаимодействие полиции и городских властей. У меня есть вопросы к важным структурным подразделениям прокурорного города. Это по работе в ГИБД, это по контролю и в частности по участковой службе. С начальником службы я готов. Это наоборот даст эффективность работы и взаимодействие. Депутатам было предложено сформировать список вопросов к руководству городского отдела полиции. Поиск ответов и взаимодействие с МВД будет возможен в различных форматах, например, на уровне председателей депутатских комиссий. Также в ходе заседания народные избранники заслушали отчеты руководителей ряда управлений и отделов мэрии Черкеска. Так было озвучено предложение о дополнительных выплатах отдельным категориям граждан в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Мы вносим на ваше рассмотрение проект решения о дополнительных выплатах со стороны мэрии города Черкеска в размере 10 тысяч рублей участникам Великой Отечественной войны и в размере 3 тысяч рублей труженикам тыла и в домах умерших участников Великой Отечественной войны. Кроме того, депутаты отметили проделанную за прошлый год работу городского совета ветеранов и отдела здравоохранения, а также поддержали инициативу об увековечении памяти почетного гражданина города Черкеска Николая Хохлачева. Установление мемориальной доски на доме по адресу город Черкесск, улица Кооперативная, 17. Ну так получилось, там и сегодня находится общественное движение РУС, и когда-то в 60-е годы Николай Николаевич там проживал. В завершении заседания была дана оценка работы постоянно действующих депутатских комиссий за прошлый год. Артур Махцемиха Каракелян. Итоги недели.